Командующего войсками западного оперативного командования мы застали на Гожском полигоне. Генерал всегда в гуще событий. В этом, считает, и есть главный принцип грамотного управления. Очень важно не ошибиться, потому что понимая, что за твоим решением, может даже где-то с неаккуратно сказанным словом, стоят люди. Прежде всего, принимая эти решения, я думаю, всегда о людях. Да, бывают ошибки. Тоже надо иметь мужество признавать эти ошибки и исправлять их. Для Виктора Геннадьевича армия – это вся жизнь. Окончил Суворовское училище, затем Омское общевойсковое командное. Путь от командира взвода механизированной бригады до командующего войсками прошел энергично. Судьба, как у всех детей военных семей. Сплошные гарнизоны, переезды с одного места на другое. Служил вместе с отцом. Где? Он проходил службу, там был и я. Частая смена школ. Потом, наверное, я так думаю, где-то в классе пятом появилось такое желание стать военным. Ну, в то время, наверное, все мальчишки мечтали быть военными. Сам образ жизни семьи, гарнизоны. Увидел, по телевизору показывали фильм «Алая погона». Очень захотелось стать суворовцем. Ну, я говорю, будешь учиться – хорошо, все, тогда пойдешь. Ну, смотри, чтобы в аттестате не было троек – четверки и пятерки. Ну, он сдержался, это все. Тогда полковник Геннадий Хренин служил на Чукотке. За плечами у офицерской семьи были 15 лет на Дальнем Востоке. Долгожданными для суворовца Виктора были летние каникулы, когда появлялась возможность приехать к дедушке на Гродничину. Редкими вечерами тот рассказывал внуку о своих военных буднях. Ну, рассказывали как кратко. От шуми нас таких вот, знаете, посиделок не было рассказываться. Так вот, кратненько, мы так знаем, что дедушка служил. Это надо правдиво. Ребенок берет тоже себя, как говорят, мотает на вуз, и сказать ему неправду, как это нельзя, это обманывать. Надо следить правду и призывать, потому что человек должен быть защищать свою родину. Когда началась Великая Отечественная, Василию Антоновичу исполнилось 16. Родителей не было. Паренек пришел в воинскую часть и потребовал – отправьте на войну. Так он стал сыном полка. Через два года принял присягу, прошел ускоренные курсы подготовки. Получил специальность артиллериста. Участвовал в освобождении Могилева. Взвод 45-милитровых каркасольных пушек. Артиллерист. Я там был заряжающим этого пушки. Конечно, вы нас на чеку поднимает. Ведь 45-милитровые орудия тогда таскали лошади. А были же случаи, что лошадь каким-то путем не оказалась. И мы таскали пушки. Не дай даже, чтобы протянуть 100-200 метров. Я обыкновенный краснамейец в освобождении города Могилева. Это самое такое вспоминающее, потому что очень тяжелый город. Укреплялся немецкими частями. И когда его освобождали, требовались большие силы и жертвы. Сегодня Василию Антоновичу исполняется 92 года. В этот день собираются самые близкие. С нетерпением ветеран ждет приезда внука Виктора, который по обыкновению задерживается. Василий Антонович понимает. Служба. Здравствуй, дедушка. С днем рождения. Династия Хрениных – пример настоящих защитников Отечества, которые однажды став строй приняли ответственность. За свои решения, за подчиненных, за безопасность страны. У мужчин этой семьи правила жизни и службы. Общая на всех и проверенная временем. Честно выполнял. Были, может, и недостатки. Молодой. Надо быть смелым, мудростеным. Думать только о том моменте, что ты на фронте, что с тобой может все быть, но ты должен держаться. Как-то иначе. Мне это и говорил дедушка и отец. Служить честно нужно. Ценить людей. Быть искренним. Предренным в свое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok